Здравствуйте, вы смотрите календарь трейдера рынка Форекс, подготовленная для вас компания ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Во второй половине этой недели выходят следующие макроэкономические события. В четверг Банк Англии объявит о своем решении по основной процентной ставке. Вероятнее всего, она останется без изменения и составит 0,5% годовых. Предыдущее заседание регулятора закончилось аналогичным решением. Учетная ставка и объем программы покупки активов были сохранены на прежнем уровне, как и многими и ожидалось. Ставка находится на этом уровне с марта 2009 года. Чиновники отмечали, что будущее процентных ставок в ближайшие несколько лет будет зависеть от экономической ситуации в стране. Большинство рыночных игроков прогнозируют, что Банк Англии начнет постепенно повышать процентные ставки в середине 2016 года. Однако некоторым трудно поверить в то, что Банк Англии ужесточит монетарную политику в следующем году. Финансовые рынки, охваченные волатильностью, а также охлаждением в Китае, грозят пустить мировую экономику под откос. Сейчас многие трейдеры полагают, что Банк Англии начнет повышение ставки не ранее 2017 года. На следующий день в пятницу в Великобритании опубликуют отчет об изменении объема промышленного производства. Экономисты прогнозируют спад в сентябре этого года на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что месяцем ранее объем промышленной выработки в Соединенном Королевстве вырос на 1% относительно предыдущего месяца. Это максимальный рост за последние полтора года. В годовом выражении промпроизводство увеличилось в августе на 1,9%. Аналитики ожидали прироста в месячном исчислении на 0,3%, а в годовом – на 1,2%. Рост был отмечен в двух из четырех основных секторов с наибольшим вкладом от добычи полезных ископаемых. Во второй половине дня в пятницу в США будет отчет по уровню безработицы за октябрь. Эксперты сходятся во мнении, что данный индикатор останется на прежнем уровне – 5,1%. Напомним, что в сентябре уровень безработицы в США также составил 5,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 142 тысячи. Аналитики ожидали, что уровень безработицы сохранится на уровне августа – 5,1%, а число рабочих мест вырастет на 200 тысяч. Министерство труда также пересмотрело августовскую динамику роста числа рабочих мест в несельскохозяйстве. Рост составил 136 тысяч вместо 173 тысяч, о которых сообщалось ранее. Кроме того, в четверг в Японии выйдет протокол заседания Центрального банка. В США выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер. В Швейцарии опубликует индекс потребительских цен. Глава Банка Англии Марк Карни в этот день также произнесет речь. В пятницу Резервный банк Австралии объявит курс денежно-кредитной политики, а в Германии выйдет статистика по промышленному производству. Это был календарь трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Будьте в курсе событий вместе с нами.